В этом видео вы узнаете, почему менять сим-карты бесполезно, 100% способ остаться непойманным, как работают подставные знакомства. Ежегодно в России в розыск объявляются более 100 тысяч человек. По статистике более 80% разыскиваемых лиц успешно находят как говорится, по горячим следам. При этом количество преступников, которых ищут более года, резко сократилось. Это свидетельствует о том, что современная оперативно-розыскная деятельность стала более эффективной. В этом видео я расскажу о наиболее популярных способах, которые используют оперативники для поиска людей. В конце обещаю поделиться стопроцентным способом не быть пойманным. Стадии розыска. Розыскные мероприятия состоят из двух стадий. Активного розыска и открытия отдельного розыскного дела. Виды розысков. Российская юриспруденция разделила розыск людей по категориям в виде поиска. Местного, когда розыскная деятельность ведется в определенном населенном пункте. Регионального. Разыскивают в регионе, по области или краю. Федерального. Ищут по всей стране межгосударственного. Поиск распространяется на страны СНГ и международного. Розыск ведет Интерпол во всем мировом пространстве. На поиск людей наделены полномочиями сотрудники ведомств МВД, ВССП и ФСИН. Как проходит оперативный розыск? В отношении преступных элементов объявляют розыск правоохранительные органы. Приступает к оперативно-розыскным мероприятиям назначенный следователь или дознаватель. На законопослушных пропавших людей подают заявление родственники. На этом основании открывают розыскное дело. В заявлении подробно описывают обстоятельства пропажи, одежду, номера телефонов, адреса родственников. В ходе розыска опрашивают друзей и знакомых, осматривают жилье, делают запрос в больнице, морге. Оперативники выясняют последние контакты исчезнувшего человека, когда прекратились разговоры по телефону и кто видел его последним. Информаторы. Несмотря на существенное увеличение технических возможностей, позволяющих установить местонахождение человека, большинство разыскиваемых находят по старинке, благодаря информаторам. Иногда информаторами являются простые сознательные граждане, которые не поленились сообщить участковому о подозрительной личности. Но все же, чаще всего полиция получает информацию от своих стукачей, лиц, связанных с криминалом. Как полиция найдет вас с помощью телефона? Естественно, первым техническим средством, способствующим поиску человека, является мобильный телефон. Современные смартфоны, оснащенные функцией GPS-навигации, позволяют обнаружить свое местонахождение с точностью до нескольких метров и, как вследствие, своего владельца. Оперу достаточно подать запрос оператору мобильной связи или таким компаниям, как Яндекс.Такси, и буквально через пару минут он будет знать, где находится сотовый аппарат. Опытные дельцы владеют подставным или же рабочим телефоном, оформленным на третье лицо, и ведут все дела только через него. К слову, смена симки к желаемому результату не приведет, поскольку у каждого аппарата есть свой уникальный номер – имей. Разумеется, по указанным причинам способ поиска человека по телефону является неэффективным. Полиция запрашивает биллинг не только самого аппарата, но и всех трубок, которые находятся поблизости. Следовательно, если рядом с незасвеченной мобилой постоянно находится еще один номер телефона, не нужно быть гением, чтобы понять, что владелец – один и тот же человек. А далее биллинг берется уже со второго смартфона, и вуаля, человек найден. Банковские карты. Достаточно популярный и часто используемый способ поиска человека. Следствие узнает, какие банковские карты зарегистрированы на подозреваемого, и далее дело техники – истребовать информацию о последних использованиях в банковских организациях. Потом анализируем. Разыскиваемый снял деньги в банкомате в Мурманске, расплатился 325 рублями в ближайшей пятерочке, совершил перевод на карту какому-то человеку. Начинаем прорабатывать информацию, запрашиваем видео с камер наблюдения и передаем запросы в местные отделения. Ноу-хау современности. В последнее время появилось новшество в поисках способа человека. Следователь запрашивает биллинг у всех операторов в промежутке плюс-минус 10 минут от времени преступления. Так определяются почти все, кто мог что-либо видеть или принимать участие. Далее дело за малым – работа со свидетелем. По подозрительным лицам полиция начинает работу, отслеживая все перемещения еще до совершения преступления, складывая сложнейший пазл. Полиция отследит все разговоры за последние месяцы, вычислит все контакты и будет их отрабатывать. Профили в соцсетях. Просто бич современности. Фактически, добровольное сообщение всем желающим, всех своих личных и персональных данных, уровня своего материального положения и образа жизни. Именно благодаря социальным сетям оперативники устанавливают дальние связи, дальние родственники, сослуживцы, одноклассники, в общем, те, с кем вы поддерживаете редкую, но связь. При этом не созваниваясь по телефону. Для чего требуется установление дальних связей? Практика показывает, что чаще всего преступники скрываются именно у таких людей, наивно полагая, что их там не найдут. Однако, маяки участкового будут расставлены не только по вашим близким и дальним контактам, но и по контактам ваших родственников и близких друзей. И все это в совокупности с местными информаторами, подставные знакомства. Метод хорошо работает с мужчинами, особенно когда пишет красивая женщина. А если у красавицы еще и своя жилплощадь, загнанному беглецу практически не оставляют выбора, какой шанс не просто спрятаться в новом месте, да еще и провести время с пользой. Пробив по IP-адресам, чаще используется сотрудниками ФСБ, чем органами внутренних дел. Крайне ненадежный метод, поскольку допускает большой разброс зоны поиска и легко подменяется подставным номером. Системы «Сирена», «Экспресс-2» и «Розыск-магистраль», которые отслеживают данные разыскиваемых лиц при покупке авиа- и железнодорожных билетов и даже поездках в автомобильном транспорте, работают вполне исправно. Поэтому тот факт, что при проверке документов сотрудник не узнал вас по фотографии, вовсе не означает, что вы можете спокойно передвигаться, особенно используя общественный транспорт. Системы контроля передвижения, так же как и адресные маяки, продолжают работать на протяжении всего периода поиска, а не только в активной фазе. Однако, по практике большинство людей находятся в первые недели, а порой и дни с момента объявления в розыск. Уличные камеры видеонаблюдения Конечно же, запрашивать видео со всех камер подряд никто не будет, но прежде всего будут просматриваться все камеры, находящиеся в непосредственной близости от места совершения преступления, а уже в фазе поиска в зоне предполагаемого местонахождения разыскиваемого лица. Причем опер будет запрашивать данные не только с городских камер, но и с частных камер организаций, которые снимают улицу или иное общественное место. Часто используемые уловки следствия. Чтобы облегчить себе поиски, прежде всего опытный опер будет использовать проверенные временем уловки, и прежде всего это вызов в полицию совершенно по другому поводу. Например, в качестве свидетеля кражи в магазине. Оперативник совершенно не в курсе, что это вы убили пятерых человек, ему только нужно просить вас по факту пропажи литра водки с кассы пятерочки. Кроме того, часто сотрудники убеждают родственников и знакомых разыскиваемого лица в том, что ему ничего не угрожает. Ну и обещанный секрет – как никогда не быть пойманным. Записывайте внимательно. Нужно всего лишь не совершать никаких правонарушений.